приветствую вас дорогие друзья сегодня день геолога и я хочу поздравить всех тех кому этот праздник имеет непосредственное отношение я прошу прощения за посторонние шумы я бабушка и меня я нянчусь со внучкой сейчас она лежит одна на кровати ждет свою маму а мама занята чем-то бабушка тоже занята в общем не обращаем внимания и так вернемся к поздравлению я поздравляю всех тех людей кому этот праздник имеет непосредственно отношение всем кто работает непосредственно в геологии всем кто работал всем кто собирается работать в этой отрасли народного хозяйства сейчас возможно другие термины применяются в современной экономике наших стран русскоговорящих всех иностранных геологов которые учились вместе с нами обучались на русском языке так желаю успехов в труде в жизни вообще во всем успехов успеха огромного огромного желаю счастья в личной жизни в общественной просто счастье желаю здоровья геологам оно нужно как никому нет здоровье всем нужно но в общем без пожелания здоровья наверное не обойтись так ну и поскольку я вас поздравляю с этим праздником вы наверное хотите знать какое я имею отношение к этому празднику я закончила московский георазведочный институт восемьдесят девятом году в 1989 году и специальность у меня правда была экономика и организация георазведочных работ ну вообще более она называлась более развернута экономика организация планирование еще что-то георазведочных работ мне была присвоена квалификация горный инженер экономист и поскольку я закончила в восемьдесят девятом году вы наверное поймете почему я почти не работала по специальности но это уже совсем другая история но естественно как очень многие молодые специалистки вышедшие замуж с огромной вероятностью наверное более 50 процентов идут сразу же в декретный отпуск по уходу за детьми ну сначала по рождению ребенка потом за детьми потом понимаете что после того как эти отпуска заканчиваются уже геологии не существует то есть если геологи может могут найти работу то экономисты георазведочных работ вряд ли наверное могли наверное не остались без работы экономисты пошедшие выбравшие специализацию горное дело но я вот поскольку выбрала геологию и не пошла работать на горно добывающее предприятие в общем я выпала из профессии но я вернулась к ней после того как дети были выращены обучены я все-таки имела возможность поработать непосредственно заняться ощутить на практике то чему меня учили вот но это другая история в этом видео я хочу рассказать как я вообще попала почему я выбрала этот вуз и может быть геология это поначалу не будет не иметь ни малейшего отношения в общем я закончила школу в Улан-Удэ ну выросла все мое детство прошло в Улан-Удэ и я всегда знала что я поеду учиться в Москву а какой выбрать вуз к концу 10 класса мы учились 10 классов я не еще не находилась в состоянии полной определенности чем мне заниматься по жизни и поэтому я выбрала нечто такое какую-то такую специальность которая вроде ни к чему не обязывает ничем лишним не загружает понятно что это не будет какая-то экономика отраслевая это не будет какая-то инженерная специальность это не будет какая-то вообще специальность типа химии, физики, математики, почвоведения ну в общем что-то такое к этому ни к чему у меня не было не лежала душа поэтому я выбрала такое общее мне казалось что это ни о чем и вроде бы это что-то интеллектуальное это была психология а при чем здесь геологический вуз спросите вы мы к этому подберемся куда ехать учиться конечно в Москву какой вуз выбрать где обучают психологии психологии обучали мало где педагогика мне категорически не не подходила и не не привлекала поэтому конечно же я выбрала МГУ и вот мы ах да я ведь забыла первый год после выпускных экзаменов в школе нужно было кто выбрал МГУ нужно было в те годы было это в 82 году в 82 году я закончила школу нужно было срочно тогда если ты выбрал МГУ то он сразу после последнего экзамена даже не дожидаясь выпускного можно было ехать уже подавать документы в МГУ ну как то поскольку определенность не была четкой пока то да сё в общем время было упущено поэтому мы с подружками решили что мы поедем не в Москву а в Ярославль а почему Ярославль а потому что у подружки там жила бабушка в общем жили все родственники ее папы посмотрели что в Ярославском университете есть и психология есть и история куда надо было подружки и подружка у которой была бабушка она в мед подавала документы в мед выбрала она медицинский сразу или потом уже на месте определились куда лучше подать документы этого я сейчас не могу сказать скорее всего второе что на месте уже в Ярославле она уже определили выбрала а так мы все в общем собирались в университет поступать мы туда не поступили вернулись домой как это называется как побитые собаки вроде бы не то слишком сильное выражение для этой ситуации но немножко так с подбитыми крылышками как-то все было стрёмно дома когда возвращаешься ни с чем вроде бы с такими намерениями уезжаешь с такими помыслами покорить вуз не поступаешь не поступили почему потому что в в местных вузах были я так думаю существовали определенные квоты и там брали ну в общем у них политика была готовить кадры для себя для своей области поэтому люди откуда-то приехавшие которым нужны были места в общежитии которые не дадут после того как на нас будут затрачены деньги государства и которые вот в этом месте не будут отбиты было невыгодно и в общем мы не поступили мы не стали мы не добрали баллов я по-моему на третьем экзамене срезался я что-то не помню или я все сдала я уже сейчас этого не помню но в общем валить на экзаменах было очень легко вот тем более что ну ладно не будем касаться этой темы в общем не поступили не поступили вернулись домой вот подружки мои больше не стали судьбу пытать на следующий год уже подали документы в местный вуз но я решила нет ни за что я поеду снова поступать и если не поступлю я ни за что не вернусь назад в смысле не поступившие я не собиралась совсем покидать родину вот так и в общем поехали мы на следующий год я уже поехала в Москву как надо вовремя а почему надо было сразу после выпускного ехать или даже не дожидаясь потому что в МГУ вступительные экзамены проводились раньше месяцем раньше то есть если в остальные вузы во все вузы страны вступить ну помимо творческих конкурсов на творческие специальности экзамены вступительные экзамены проводились в августе то в МГУ и по моему в ЛГУ нет 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 в ЛГУ наверное МГУ и вот эти все вот блатные московские ну типа МГИМО и может быть этот вот ИНЯС вот там наверное экзамены принимали сдавались раньше я это вот сейчас точно не знаю я могу только об МГУ говорить уверенно вот на следующий год уже естественно в июне я была уже на готове поехала подала документы в МГУ на психфал конкурс был как раз были годы что называлось я не помню как это называется но вот демографический спад численности то есть мы были дети детей военного времени военное время рождаемость упала детей поскольку мужчины были на войне и после войны тоже не все вернулись но в общем рождаемость и мы как раз были дети этого поколения дети детей военного времени и нам говорили что у нас конкурсы будут поменьше ну в общем может быть поменьше но 10 человек на место был конкурс может быть я потом отдельно расскажу и по-моему я даже где-то рассказывала как я сдавала как было прикольно сдавать экзамены в МГУ но у меня совершенно не было впечатления что там какая-то коррупция вот как у провинциалов такое представление что там вообще невозможная бешеная коррупция в МГУ что поступить можно только исключительно очень блатным людям ну представьте себе в масштабах страны каким должен быть вот этот блат чтобы туда можно было поступить совершенно какой-то невероятный но нет в общем мое впечатление что во-первых контроль довольно-таки высокий за этим телом во-вторых вообще невозможно ну что при таких условиях при такой конкуренции при таком спросе такой блат в представлении провинциалов вообще невозможен вот может быть в какие-то другие вузы но не в МГУ МГУ это вообще целое государство со своей инфраструктурой отдельной ну ладно это все ерунда мы же про МГУ мы же про МГУ про МГУ говорим в общем короче говоря не поступила осталась в Москве работала лимитчицей на ЗИЛе не на автомобиле а на заводе имени Лихачева это тоже отдельное государство еще большее чем МГУ но сопоставимое примерно очень похоже то есть ну для тех кто понимает тоже в советское время там вот был свой райком то есть отдельно комитет партии или комсомола у МГУ и у ЗИЛа был свой сопоставимый с районом с административным районом города вот и я работала на ЗИЛе я работала сначала няней-уборщицей в отделе детский сад как он назывался я сейчас не помню потом там меня достало в общем я там продержалась месяц от силы полтора и срочно быстро перевелась в плевтершину у меня девчонки когда я ходила в поликлинику медосмотр проходить там там же везде лимитчики работают и девчонки меня там уболтали говорят да ты что зачем тебе этот детский сад нужен да там ужас иди к нам в эти вахтерши в гардеробщице ну в общем я подумала ну в гардеробщице может быть я и не пойду вот наверное в лифтеры имеет смысл и пошла в лифтеры классно провела этот год работая лифтером сутки через трое вот училась на подготовительных курсах при МГУ туда поступить тоже надо было конкурс пройти отборочный экзамен сдавать ну там не экзамен назывался испытание но в общем равносильно такому экзамену небольшому тестированию вот и на следующий год снова подала документы поступать и что удивительно после подготовки я была очень классно подготовлена ну намного лучше по моим ощущениям подготовлена к экзаменам совсем вот по некоторым вопросам даже совсем не сопоставимо с прошлогодним экзаменом но на удивление я эту если в первый год я хотя бы все экзамены прошла и сдала и не прошла по баллам то на второй год я срезалась на третьем экзамене кажется если не на первом или на первом срезалась это было просто поразительно совершенно неожиданно ну первое если первый был математика я просто не помню наверное даже сочинение не писала кажется сразу же а в МГУ экзамены естественно ставились по сложности самый сложный был первым чтобы сразу отсеять непригодных ну слабеньких абитуриентов и вот как раз на первом экзамене я отсеялась он был совершенно неожиданным если в первый год когда я сдавала экзамены традиционно был экзамен состоял из четырех или трех даже заданий то на второй год они придумали сделать десять заданий может быть менее сложных менее кратковременных по исполнению но это было очень неожиданно и сразу деморализовало наверное и в общем ну короче говоря по-моему я на первом же экзамене и срезалась и что делать в общем я уже решила нет в Лимитчице я больше не пойду это точно и решила больше не испытывать судьбу а подать документы в любой вуз какой вот нам понравится ко мне приехала поступать ко мне приехала сестренка поступать мы с ней вместе поступали она правда на эконом факт и тоже так же тоже не прошла она каком-то срезалась в общем мы после этого после успешного провала с сестрой мы объездили очень много вузов знакомились с условиями смотрели какие нам специальности подойдут хотя всегда я думала имела на примете МГРИ почему МГРИ значит адрес МГРИ официальный был в то время проспект Маркса 24 а ну сейчас я точно не помню там 24 или 21 не суть в общем он находился в самом центре Москвы и он находился по пути к психфаку МГУ то есть когда идешь на психфак ты неизменно проходишь мимо этого МГРИ возле него всегда стояла такая толпа людей курящих студентов преподавателей в общем вся вот эта площадка не только крыльцо крыльцо там небольшое а вот эта вся площадочка возле этого здания главного здания ну оно не главное называлось допустим корпус А ну сейчас чисто условно не помню под каким номером этот был корпус но фирма все таки это главный был корпус всегда эта площадка была заполнена курящими людьми она была так плотно утыкана и даже в то время когда мы были на абитуре то есть казалось бы здесь тоже абитура должна быть все равно эта площадка была заполнена людьми и люди такие стояли я тогда может быть это не бросилось мне в глаза но люди все стояли независимо от пола они могли быть в штормовках ну в общем одеты вот именно так вот по полевому то есть это вот такие штормовки Мингео и оказывается все остальные кто не имеет к МГРе никакого отношения они все так проходят и косятся а именно вот в этот заворот вот в этот троулок проходят не только студенты и абитуриенты там сотрудники МГУ психфака МГУ там же первый МЕД там тоже в этом же закололке находился еще какие-то другие вузы может быть потому что по соседству с нами был институт стран Азии и Африки МГУ дальше журфак вот не доходя до журфака МГУ был вот поворотик туда к этому к психфаку да скажем или к первому МЕДу вот как раз именно то что слева справа оставалось это был наш МГРИ вот мы с сестрой честно объездили очень много вузов по всей Москве мы выбирали именно такое что нам нравится на слух поскольку мы не определились со специальностью вот и ничего мы мы ездили я помню в полиграфический я помню мы ездили в гражданской авиации наверное на Ленинском вот так на метро Октябрьское кажется мы заходили в этот но это не горный а другой институт который непосредственно над метро Октябрьское находится мы там слонялись блин забыла в общем короче говоря все равно пошли подали документы в МГРИ прям в последний день приема документов подали получили общагу заселились туда ну вернее сестренка моя заселилась я то жила у тетки да кажется у тетки в общем короче говоря мы вот так вот мы стали абитуриентами МГРИ естественно с такой МГУшной подготовкой я легко сдала вот просто очень легко сдала экзамены поступила сестренка моя правда не поступила но с этими оценками она поехала домой и ее взяли в наш пед бурятский вот так что мы успешно стали студентами и у меня был какой план просто перекантоваться годик и на следующий год снова пытаться поступить в МГУ но когда я стала студенткой МГРИ это так сразу погрузило поглотило что я через год даже и не думала забыла думать про то что я собиралась в МГУ поступать просто это было так классно очень такая атмосфера люди в этом ВУЗе учатся классные люди во-первых туда вот так вот такие случайные люди как мы не попадают ну исключение составляет экономика специальность экономика экономического факультета не было специальность экономика была при гидрогеологическом факультете но видимо гидрогеологи не такие геологи как все остальные вот и в общем я уже сказала что вот люди ходили в штормовке вот в отличие от всех остальных аааа таких рафинированных приглаженных москвичей и студентов которые хотят быть похожими на не хотят отличаться от москвичей в Англии была своя униформа то есть круто было иметь штормовку Мингио СССР но форма не важна важное содержание то есть ты внутренне должен был вписаться в эту атмосферу должен был стать мгришником и ты им становишься конечно даже на этой же экономике которую все остальные мгришники вообще не считают то есть геологами нас не считают ни разу но тем не менее ты все равно проникаешь за этим духом я не знаю как вот вечерники а надо сказать что на вечернее отделение экономики так же поступали вот случайные люди поступали москвички которые не потянули не смогли поступить в другие вузы и вообще надо сказать поступали люди которые не поступили в другие вузы и пришли просто получить корочку о высшем образовании то есть тоже не определившиеся со специальностью но так ну ладно в общем это не важно так я теряю мысль так в общем ошиблась ли я с тем что выбрала эту специальность экономику в общем я отвечу так мой расчет был абсолютно правильным на экономике нас не учили ничему если так по большому счету сказать нас вообще не муштровали нас вообще не загружали лишними знаниями а вот общее представление о геологии мы получили в общем наверное можно сказать что да на экономике экономическое отделение даже отделением нас назвать нельзя было но те кто пришел поступать учиться экономике это точно институт благородных девиц потому что вас просто учили вы в общем становились образованным человеком получали нас в общем как у Пушкина всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь и все зависело от конкретных кафедр и факультетов если у нас в Англии очень мощная очень жесткая кафедра петрологии о петрографии и вы если поступили в МГУ и у вас есть в курсе курс петрографии то вы ее будете знать на зубок ну в рамках своего курса и поэтому петрографию мне кажется мне сейчас дай бинокуляр я смогу сделать этот петрографический анализ из этого шлифа для тех кому непонятно это тончайший микроскопический срез породы ну между двумя предметными стеклами заключенные то есть подготовленный срез для изучения под бинокуляром а бинокуляром называют микроскоп с двумя этими глазками так ну давайте продолжим об учебе я расскажу отдельно это отдельная очень хорошая история еще раз поздравляю вас если вы не перейдете дальше смотреть коллеги геологи я поздравляю вас всех с нашим профессиональным праздником пока пока